Всем привет, друзья! Это канал ИКСВАЗИТКИС и, как всегда, я Али. Иногда, когда откроешь YouTube, там есть куча видео. И бывает видео, у которых просмотров много. Но тема очень смешной, можно сказать. На серьезную тему снимает видео очень смешной. Я сегодня хотел на эту тему останавливаться. Я недавно смотрел одно видео, там насчет разводов была тема, вопрос. Там один парень спрашивает от окружающих, там на улице он спрашивает от проходящих мимо. Вопрос такой, в разводах, в разлуке, в разводе, кто виноват? Вы или ваш муж? А если это по-другому, по-настоящему смотреть на этот вопрос, то вот, а этот вопрос звучит таким. Дураком являетесь вы, то есть, дураком является ваш муж или вы дура? Еще немножко, если крутишь, а там уже появляется. Как вы думаете, кто глупее, девушке или мальчике? Да, мы, ну скажем, все сможет снять на любое тему видео, да, вот. Но есть такая вещь, как отец сон, когда вы снимаете видео, сейчас, тем более, Рамазан, я советую сделать видео, из-за которых вам потом не было стыдно, да, вот. Я, у меня сейчас на канале есть разные темы, допустим, это в большинстве случаев, большие, большие количества видео, на узбекском языке, они уроки, да, вот, насчет компьютера, насчет психологии, и там есть английский язык. Ну, короче, да, вот, я постараюсь, чтобы, когда вы же, каждый человек думает о том, что он взял, да, вот, раньше, чем он занимался, а сейчас, чем занимается, и, в конце концов, он думает о том, о чем он взял, да, вот. И у каждого человека такое бывает. Я не хотел, чтобы у вас такое, если вы хотите снять видео, или так далее, да, вот, чтобы вам потом не было стыдно из-за таких видео. Если что-то хотите сделать, хорошенько подумайте над этим. Когда глупый не считает себя глупым, а он не считает себя дураком, тогда кто дурак? Вопросы и шутки определяют людей, да, вот, их желания, что они хотят, да, вот, и так далее. Думаю, насчет вопросов, насчет дураков не стоит снять видео, кто виноват, и так далее, да, вот. В каждой семье есть свои проблемы, в каждой семье все по-разному, да, вот. И шутки есть такое, в каждой семье есть свои уроды, да, вот. Ну, ладно. В основном, если по-серьезному относимся к тему, да, вот, когда, это видео для тех, и для тех, я хотел узнать, когда вы выбираете парней, или девушку, да, вот, чтобы у вас проблем не было. Давайте, давайте останавливаемся на фундаменте. У каждого человека есть свой фундамент. Если, допустим, вы хотите строить дом, постройки дома, да, вот, самым важным началом является фундамент. Если вы хотите построить дом в стройке дома, первым делом вам нужно обратиться внимание на фундамент. Если в фундаменте есть проблема, неважно, из чего это, если есть дом, то новый фундамент. И если вы неправильно сделали фундамент, вам придется снова и снова построить дом. Что такое фундамент, думаю, все хорошо знают. Фундамент есть во всем дом, везде, в окружении, у людей, во всем, да, вот, думаю, это понятно. И когда вы хотите, это, я не просто сказал, да, вот, насчет фундамента, когда вы хотите по-серьезному, значит, отношения с девушкой или с парень, вам нужно обратить внимание на его фундамент. В основном, раньше было такое понятие, у людей было, вообще-то, мы разделили их на два типа, да, вот, раньше. Те, кто побольше занимается религией, побольше решает свои проблемы через религию, и те, которые через науку, да, вот. И у меня было такое видео, наука без религии хрома, а религия без науки слепа. И там я сказал, что ислам, это не связано с исламом, так как ислам является идеальной религией, и там есть и то, и другое. А теперь вернемся на фундамент, да, вот. Я уже сказал, что у человека бывает два типа фундамента. У него два, он все свои проблемы решает через религию, либо через науку. Но, к сожалению, в последнее время, так как после того, как появились телефоны, компьютеры, интернет, да, вот, уже люди не читают книги, они все свои проблемы решают через сериалы, так как им так удобнее, чем читать книги, да, вот. Уже никто не читает книги, поэтому разводы уже много, чем раньше. Если я уже сказал, что вы хотите посерьезно начать отношения с кем-то... Мне пришло, шпамея, свое место. Ладно. Продолжаем свое место, да, вот. Я уже сказал, что если вы хотите посерьезно начать отношения с кем-то, вам нужно определить, что он умеет, что он знает того. Из этого вы уже будете знать, как он решает свои проблемы. В разводах, вот, чтобы, если не хотите, чтобы не было раздуки, разводов, чтобы начать все с самого начала, вам нужно знать о нем все, так как это можно определить через вопросы, что он знает, что он умеет. Спросите, как он относится к религии и науке, да, узнаете его хобби и так далее. К сожалению, в последнее время уже, я уже сказал, что никто не читает книги, поэтому в большинстве случаев у большинства людей, молодежь, можно сказать, нет ни то и ни другое, нет интерес к науке и не религию, так как они не знают даже, что они хотят того. Поэтому, если вы хотите по-серьезному начать отношения с кем-то, думаю, нужно начать отношения с тем, кто что-то умеет, что-то знает, да вот, а не с тем, кто не знает, что хочет. Те, кто читает книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор, я думаю, это все знают. Вообще-то, у меня был сценарий, я, к сожалению, сейчас после работы немного устал, и за то, что пришлось поменять свое место, я забыл большинство из тех, что я хотел сказать. Ладно, это могу написать вот здесь, на видео, да вот тоже. Думаю, на основной вопрос вы нашли ответы, так как, если вы хотите посерьезно начать отношения с кем-то, первым делом нужно его понять, что он хочет, что он любит, его хобби, его знания, чтобы дальше проблем не было. Это и является его фундаментом. Если вы начинаете отношения, это является вашим фундаментом. Думаю, все понятно. Еще у нас будет на этой теме много видео. С режимом последнего времени у меня проблем, поэтому не могу сделать так, как я хочу, а придется сделать, скажем, когда время бывает, я сделаю там видео, ну, не очень так, как я хотел, да вот. Ну, думаю, все понятно. До встречи, друзья, в следующем видео. Пока.